сегодня я и лидин голос едем смотреть 2 2 конда из бранцвика они будут один за другим просмотры у нас по 30 минут на каждый и между ними еще надо будет от одного до другого как-то доехать 1 будет мы ожидаем что он будет очень убитый потому что он тысяч на 50 дешевле рыночной выставлен 2 же ожидаем что он будет обычный потому что хотя бы есть фотографии но он тысяч на 50 дороже рыночной стоимости выставлен короче между ними двумя разница в 90 тысяч мы хотим сравнить здесь как как выглядит хотим хотим посмотреть как выглядит 90 тысяч на разница между двумя полностью идентичными юнитами потому что это это оба крайние юниты and unit в одном и том же комьюнити в одной и той же эре это планировка метраж вот все все один в один совпадает вот мы хотим посмотреть насколько это разница просто у первого фотографии нет кроме как при том что да при том что за это кондо за весь экстерьер отвечает владелец кондо ну в смысле администрация кондо это надо только внутри что-то убить там а по вот этому обогревателю там написано что его меняли относительно недавно там девятнадцатом году что ли то есть он заменен что там можно убить на 90 тысяч ну вот этим смотреть при том что при этой заниженной цене и при налогах там очень высокий налоги на жилье он нам будет впритык нашей вообще нашего лимита месячного до ремонт на все равно там не потянем смена что будет денег брать на ремонт зачем мы едем смотреть на сразу же потом второй который на 90 тысяч дороже сами не знаем да он выходит на 300 баксов в месяц дороже чем чем мы вообще чем наш максимум вот ну просто наверно для сравнения вот если получится что-то поснимать я поснимаю мне кажется вот тот синенький или что-то точно был синенький ну вот мы его и обойдем вокруг да вот этот энд юнит он большой вот все что синяя вот это он вот тут до гостевой начинаем какой-то гостевой паркинг да у каждого вот есть по одному месту и гараж я гостевой весь забит нет есть местечко давай там похоже кто-то живет значит он уже не настолько убитый просто можно жить в общем вот оттуда мы приехали и так вот выглядит затошно вот этот вот пятачок ну да тихонечко чисто такой спальничек и как учил меня один из серёг смотри на машины а машина стоят здесь в принципе среднего сегмента всех ну вот только там вот что-то такое модное стоит в таком же энд юнити а нам сюда я предлагаю пойти вокруг проглядеть почтальон вообще без не парясь зацепил ведро заборчики новые что да пойдем я так понимаю вот эта штучка это типа означает есть там почта или нет флажок типа я думаю он просто открывать или закрыть но вон он только что подержал флажок внизу болтается вот на нет флажок он справа чик а флажок мне не двинул он а мы пошли об 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 собачках собачка собачка там человек сидел смотрел ой как слушай круто прям мне очень нравится такой маленький дворик там прям прям вообще бимба мне очень нравится что я думаю там надо забор повар вашем тут такой круг почета не знаю до чего с фонарем тропинка гулять amazon prime но здесь очень тихо прям вообще но в гараже сидел какой-то мужик я пока еще посмотрю ну вот это деревянка стоящая подпирающая забор неспроста ну это все мелочи это такая фигня там там небольшое патио наверное бетонная вот внизу белая и на нем стоит гриль и столик зонтиком ну мне очень нравится то что здесь очень вот этот private такой там у всех еще вот эти сарайчики стоят но они покупаются в костка за 300 баксов ничего себе у нас разброс мне говорить про тракториста не успел заснять реакцию ну все мы ждем риэлтора нашего она чуть-чуть задерживается и пойдем по внутренностям прям настоящие дети играют настоящий футбол я бы хотел посмотреть как выглядит эти дети потому что хочу понимать комьюнити ходят я не знаю насколько джеки опаздывают поэтому они да они молстли представители тех чуваков которые вызвали на вас полиции на да ну чтож ну нет там вон белая тетя белка догоняй ее мы спутали дома полностью противоположный голубой него тот а вот этот вот он он это он 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 с он а он он это он или он Продолжение следует... 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 Потому что там умер хозяин, и родственники хотят избавиться от этой собственности как можно быстрее, и они продают ее как есть, они не несут ответственности вообще, они понятия не имеют, не хотят даже разбираться, что там рабочее, что не рабочее. Они просто берут на себя этот риск, что там может быть что-то не рабочее, поэтому продают как бы дешевле цены оценочной. Но на самом деле там все очень круто, там все свеженько, новое, там новые окна, что очень редко для данного комьюнити, там везде стою, а в этом заменены. Новый air conditioner, как это, кондиционер, ну да, в общем, и обогреватель. Ну в общем там реально круто, и он, ну он не уйдет за 300, он будет гораздо дороже. А торговаться мы сильно не можем, потому что даже если за 330 мы подадим оффер, то это будет уже выше той цены месячной платежа, которую мы рассчитываем. Ну то есть ему цена явно там 360, это вот прям оценочная, даже выше. А вот второй, почему выставили за 382 500? Потому что они посмотрели оценочную 360, и сразу на 22 500 поставили выше, потому что сейчас маркет очень разогретый. Ну то есть, поэтому между этими двумя как бы одинаковыми юнитами получилась разница 82 500, хотя первый реально даже лучше, чем второй. Во втором старый кондиционер старющий, который реально сломается на твоих шести годах владения этой недвигой. Вот, там тоже еще много чего старого. Там они переделали гараж, у тебя нет гаража, они взяли его разбили пополам, сделали одну какую-то комнатку маленькую, а вторую уже там, ну короче, что еще надо узаконить, наверное, то есть инспектор такой тоже будет матюкаться. Ну нет, то есть вообще дичь. Ну, мы поборемся, мы оффер подадим, скорее всего на 330 000, но надежд очень мало. Ну и сейчас я поставлю еще просто то, что на сайте эти два дома по фотографиям, потому что может быть по видео непонятно. Все. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА